Девушки отдыхают Крылатый преступник заболел раком И его перевели в лазарет плота для лечения Платить за которое, без сомнения, будут из городского бюджета Так вот у меня вопрос Зачем вообще на плоту есть лазарет? Это тюрьма для опасных маньяков Пусть их болезнь идет своим чередом Я понимаю, это тяжело Как и мое налоговое премя Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поймать этого голубя Моя ответственность И зачем я это сказал? Ладно Всем постам Ведется преследование террористов на грузовике У нас вызов из Гамильтон-Хайтс Ведется преследование террористов на грузовике Ведется преследование террористов на грузовике Пора навыться Пора навыться Смертельный парад Остановлен Всем постам Нападение на инкассаторскую машину Следуйте в Морнингсайт-Хайтс Пора навыться Пора навыться Пора, байки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ему нужно куда-то ходить помимо школы. Может найти подработку? Эмджей была права. Здесь всё кишит демонами. Надо расправиться с парнями, а потом осмотреться. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Сухи Дима Торзок Продолжение следует... Ладно, с ними покончено. Технологичный замок. Такие обычно в банках, а не в центрах переработки. Надо понять, к чему он подключен. Наверное, можно перегрузить схему. Электропаутина пойдет. Ну, что-то вышло. Но, похоже, схеме нужно больше напряжения. Вот. Похоже, схема еще стабильна. Может, рядом есть еще электрощиток? Попался. Почти все. Еще одного хватит. Ага. Ага. Попался. Ага. Продолжение следует... Позже переработаю кое-что тут в своё паучье оружие. Взрывчатка со стройки Фиска. Оружие из арсенала Фиска. Бомбы на колёсах? Ещё не хватало. Это не война, банд. Демоны воровали у Фиска, чтобы напасть на мэра Озборна. Привет. Нашёл Ли? Нет, но ты была права. Ли устроил тут штаб-квартиру демонов. Тут бомбы, оружие. О, боже мой. И похоже, они планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Озборна. У Ли какой-то зуб на Нормана Озборна. Я нашёл адрес. Похоже, это место преступления. Если потороплюсь, успею остановить их. Береги себя. Юри, это я. Давай быстрее. На меня тут босс кричит. Мартин Ли и демоны планируют новую атаку. На сей раз на предвыборный штаб Озборна. Ты уверен? За прошлую неделю было немало ложных следов. Поверь мне в этот раз. Высылаю адрес Центра переработки отходов. Там все доказательства. Поняла. Я эвакуирую предвыборный штаб. Но если ты набрал, сам будешь искать мне новую работу. Я эвакуирую. Я эвакуирую предвыборный штаб Озборна. Использую то, что нашел в Центре переработки. Я эвакуирую предвыборный штаб Озборна. Отлично. Оружие плыхишей против них самих. Это, друзья, называется кармическим правосудием. Выключаем. А вы так ничего и не поняли. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ли снаружи нет. Проверю внутри. Хорошо, что я успел. С таким арсеналом можно было весь Манхэттен взорвать. Ха. Чек из автосалона. Всадник на бледном коне. Недешевый тюнинг. Что еще я тут могу найти? У них базы по всему городу. А все намного серьезнее. Похоже, у демонов целая армия. Мне хватило и одного светящегося хлыста. Не уверен, что конкретно я ожидал, но точно не это. С этими парнями не шути. Энжей, я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборной шсапозборна. Отлично. Ты нашел или нет? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Энжей, я вроде бы остановил атаку демонов на предвыборный штаб Озборна. Отлично. Нашел или нет? Нет. Но у меня есть зацепка. Место под названием «Всадник на бледном коне». Звучит знакомо. Я проверю и перезвоню. Место под названием «Всадник на бледном коне». «Всадник на бледном коне» «Всадник на бледном коне». Там еще один Оружие к бою Что-то новое Нет-нет, этот мой Ладно Я убью этого, ублю Эй! Так дела в нашем городе Нет! Делаю! Код ЧП-1 Эй-эй! Может сначала расскажете, кто вы вообще такие? Код ЧП-1 Код ЧП-1, ждем указаний Код ЧП-1 принят Есть контакт Ждем серебряную птицу Как эффектно Восемь из десяти Девять из десяти Отпусти Все потом Привет, прости за все эти дела с Соболем Все случилось так быстро, не успела сказать Все в порядке Мы все равно друзья Мы не друзья Ты разбиваешь мне сердце Короче, мэр полностью доверяет Соболем Мы проверили тот адрес, что ты дал Собрали много доказательств попытки взрыва Но ничего на Мартина Ли Я работаю Я работаю Привет, Эмджейс Слушай, я нашла информацию о других активах Мартина Ли У него собственность по всему городу Эти места соответствуют карте, которую я нашел в той транспортной компании Я проверю Сообщай обо всех находках, а я соберу факты воедино Договорились Я направлюсь в офис Ли в пир, чтобы понять, почему он так поступает И что планирует делать дальше Хорошо Передавай привет Мэй Погоди Ей же ничего не угрожает, да? Нет У Ли одна единственная цель Норман Осборн Продолжение следует... Питер Раз ты за главную пока мистер или нет, кто делает твою работу? Я Но помощь мне не помешает Есть кандидат? Вообще-то да Его зовут Майлз Моралес Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуши Я говорил с ним на похоронах Он очень не глуп, просто у него трудный период Знавала я такого мальчика Помню, работа мне помогла Вдруг и ему поможет Вот номер его мамы Да, я ей позвоню А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто У меня есть еще время до работы Пойду осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь О, ты не обязан Я знаю Я сам хочу Надо проверить офис Ли Тебя помочь с овощами? Я давным-давно поняла, что тебе лучше держаться подальше от кухни Пит Рад, что ты в порядке Да, пока держусь Мэй сказала, ты застал взрывы Я за тебя молился Кабинет закрыт Как мне туда попасть? Без шума Я все время на нервах О, никогда не видел этой комнаты О, что это? Высоковольтные провода Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора в офисе мистера Ли А туда, ну, не попасть Я перезвоню сразу, как получу информацию Нет, я не знаю, когда точно Что бы с... Комната, что я видел из воздуховода Она должна быть прямо за алтарем Родители Ли Похоже, в рамке замочная скважина Я думал, родители Ли отказались от него Зачем хранить память о тех, кто тебя бросил? Рассказ о призраках, которые отец Ли читал ему О демоне, которого можно обуздать только самоконтролем На фото на алтаре нет картины Похоже, это записка для Мэй Ли и правда заботился о Мэй Похоже, она в безопасности Дневник Ли Уверен, он от замка в портрете Ли кажется запутавшимся Как будто он и не хотел так поступать Ли так много сделал для Нью-Йорка Не верю, что внутри него таилось столько зла Хм, какой-то замок с секретом? Да, вот так Ага, ясно Все, что есть Но ясно Ага Уверен Еще Верен 4 Присажив 4 10 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как Ли наполнял это своей силой? Ли помешался на масках Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя Притворялся... Моя сила растет, впитывая мой гнев Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал Чтобы победить монстра, нужно стать им самому О, это папка, которую Эмджей нашла на аукционе Это может помочь мне понять, что планирует Ли Жуть Он установил ловушку, чтобы никто живой не вышел Еще один Если бы это нашла полиция Или Мэй Даже думать не хочу о последствиях Здесь все о Нормане Осборне Вся его карьера Через решетку в полу Так, как мне отсюда выбраться? Привет, Питер Мистер Ли Я думал, вас нет в городе Ты нашел то, что искал? Мартин, ты здесь Я возьму Спасибо И скоро снова уеду, к сожалению Просто хотел забрать кое-что Ты, наверное, слышал про ратушу Да Страшно Питер был там, но ему повезло На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат Что ж, главное, вы в порядке Аминь Но подрывники на свободе Кто знает, что они планируют Думаю, вам с Мэй вовсе не о чем тревожиться Если будете держаться подальше от опасности Что ж, мне пора Когда вернешься? Когда закончу Стойте, стойте Стойте, стойте Стойте Что за... Капитан Ватанабе Я наконец нашел доказательства Они в центре пир в китайском квартале И что я там найду? Милую даму по имени Мэй Паркер И кое-что очень странное в офисе Ли И слушай, он планирует еще одну атаку Где? Когда? Пока не выяснил Но кажется, он хочет применить дыхание дьявола Звучит разрушительно Что это? Вещество, созданное в Аскорб Возможно, биологическое оружие Тут целая папка с данными о нем Пока придержу у себя Пришлю копию, как смогу Мы проверим его офис Если доказательства стоящие Объявлю его в розыск Эмджей, привет Я просто так Питер, привет Можно я перезвоню? Я думаю, ты будешь рада Погоди А почему ты шепчешь? Просто Тут происходит кое-что Может, поужинаем вместе сегодня? У меня? А, конечно Могу приготовить Круто Пока Погоди Помнишь, ты говорила Об искажающем прикосновении Ли Думаю, я только что видел его Где? На меня только что бросились Милейшие бездомные Вот только Их глаза светились И я вспомнил, что Юри Говорила мне что-то подобное Об охраннике, выпустившем Шокера Так Шокер и правда работал на Ли Тут все взаимосвязано Есть еще кое-что Но лучше расскажу уже за ужином Пока Ужин Что мне приготовить? Привет, доктор Как дела? Баркер Чудесные новости Взду тебя А, типа, сейчас? Это мой момент истины Так хочу показать тебе Круто Но Меня тут на ужин позвали Может, позже? Ужин подождет Ты должен это увидеть, Питер Ну Ладно Сейчас буду Я что, снова нанят на работу? Пожалуй, заскочу На минутку Вот поэтому Джона мне неплохо платил Еще звонок от Дока Питер Хочу убедиться Что ты все еще свободен Пока я не могу тебе платить Но я потянул за ниточки И какое-то время Мы можем не бояться волков Если продолжим работу Я уверен Что новая версия проекта Привлечет инвестиции Крутные инвестиции Будь готов Держу кулачки, док Держи Где ты? Питер Ниточки Музыка Крутые инвестиции Убирайте, товарищи! Вы сами. Не сомневаюсь, силачи. Ещё день, и ещё десяток психов в масках за решёткой. Вызываю агентов в Тендерлойне. Доложите. Демоны атакуют Ромео. Демоны развернули в городе военные действия. Не в мою смену. А вы кто, террористы или преступники? Так сразу и не поймёшь. Ни в мою смену! Стрелялся! Убирайте! Убирайте! Серебряному шоболю стоит взять меня на оклад! 1079 нам сообщили о минировании у нас происшествие в районе митпэкинга привет доктор привет пита освобожусь через минуту о сколько тут всего нового над чем док работал с этим хорошее проводимость но я совсем не уверен в сроке службы может легко расслоится док испытывал графен на биосовместимость не но и и и и так себе сета токсичность велика Я бы не решился делать из него имплант. Испытание биосовместимости карбоновых нанотрубок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неплохой вариант для вживления в ткань, но можно придумать и лучше. Графен, но с уникальной структурой. Что это? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ух ты, круто! Словно нано-решетка. Вот это и правда сильно. Отличный структурный элемент для протеза. Док возился с суперпроводниками. Продолжение следует... Продолжение следует... Как круто! Керамика из сложных оксидов. Идеальный суперпроводник второго типа. Нагреется, но сгодится для подвесного контроллера. Какой-то полимер... Полимер... Продолжение следует... Продолжение следует... Это шикарно. Самозатягивающийся полимер. Эта штука переживет что угодно. Баркер, мы все время работали над протезами конечностей. Пытались вернуть людям что-то, что они потеряли. Но вместо этого мы можем дать им что-то, чего они никогда и не имели. Что-то, что мы сами придумаем. Освободим себя от гнета, ограничений тел данных нам при рождении. Наш разум способен на великие свершения. К черту! Почему я все повторяю и повторяю одну и ту же ошибку? Нельзя верить Норману Осборну. Не важно, как это может навредить другому человеку. Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо. Так должно сработать. Готов? Все хорошо? Черт! Это все твоя вина Норман, сокин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Баркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть? А я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков аскорб? Да я наполовину и есть аскорб. В старших классах назвали два О. Добавить корпы, вот. Так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранте с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание.